Ну что, когда-нибудь нужно снять те самые... Да, у вас и Максим Дау. В общем, сегодня я вот такой прям... Когда я вот так вот сияю, как жирный блин. Поху, что думают крысы за спиной у киса. В общем, сегодня мы будем учиться. Однажды в трансляции я уже провёл такой мини-урок по этой теме. И, собственно, к прошлому видео многие просили такой урок. Давайте сделаем. Что-то я интригую, ни хрена не говорю вам, что за урок? Забучалка. Тичинг. У нас вместо кукинга тичинг сегодня. Будем пробовать увеличивать кубы. Липсосачки. Ну что? У меня ещё со своего обучения в Тутобена у Наталины остались вот такие схемы губ. Нашечка сфрешил свою память. Ну и, в общем, погнали. Давайте разберём, какие губы у нас, в принципе, бывают. Я уже тут. У нас бывают губы с маленькой нижней губой. Где вы, собственно, видите, нам нужно помадой дорисовать, то есть, нижнюю часть. Дабы увеличить вот эту нижнюю губу. Вот так. Кстати, все эти эффекты добиваются при помощи изменения нашего контура губ цветного. Далее. Губа с маленькой верхней частью и большой нижней. Здесь мы, собственно, верхний контур губ добавляем. А нижний немножечко можем подубавить. Табы выровнять. Мне кажется, что сейчас более в трене. И по красоте, йоу. У нас верхняя губа, когда побольше, более закруглённая. То есть, без такой ярко выраженной галочки наверху. Следующие губы. Это у нас маленькие, тонкие. И мы их увеличиваем только сверху. Если у вас губы малипусики, прямо такие. Копка журавля. Вот такие. Их не нужно рисовать длиннее, не нужно больше. То есть, этот крестик нам указывает, что нет. Нельзя так делать. Вширь мы никогда не рисуем. Если мы будем рисовать губы вширь, то у нас получится лунский ротик. This is cloud shit. Ой, надо выпить. Сегодня многое буду им говорить. Вот такие губы. Мне кажется, их не нужно никак корректировать. Хотя нас учили дорисовывать здесь галочку. Мне кажется, что это не особо нужно. Потому что это красиво. Если у нас грустный ротик. Что это вообще такое? Йента вот такая штучка. У меня ноготь с иисусом. Привет! Мы по бокам верхней губы дорисовываем. И снизу уже проходимся консилером. Немножко делая лифтинг нашей губы. Здесь подчеркиваем консилером. По направлению всех линий. Идет контур. Глаза. Челюсть. И губа такая же линия должна быть у нас. Почему я говорю, как будто я какой-то... Если у нас супер большие губы. Ну и ладно, смиритесь с этим. Просто консилером чуть-чуть контур закрашиваем и все. Ну а если кому-то кривоваты. Логично, где у нас сторона поменьше. Чуть дорабатываем. Делаем больше. И внизу тоже чуть-чуть дорабатываем, если ее меньше. Если больше, укорачиваем. Ну то и сделаем симметричными. Это логично. Ну собственно, давайте я вам покажу уже на примере, как в принципе обычные губы можно увеличить. Я снова здесь. Я сначала попью напоследок, то потом я уже не смогу попить. У меня губы такие нормальные, типа пухлые, большие. У меня, кстати, в детстве был комплекс из-за этого. Я капец как ненавидел свои губы и большой нос и вообще все. Потом свыкся и заебись. Но! Телет нанесения увлажняющий бальзам. У меня от Кармиксу с таким единорожком. Увлажни в наши губки липсы-сачки. Запомните, это... Ой, как будто с каким-то камом на губах. Это первая стадия наша. Либо скраб, если это нужно. Давайте подождем, когда наши губки липсы-сачки увлажнятся. Это нужно минут пять, десять, пятого, шесть, десять. А что, кушать принес? Ну, а это мне? Спасибо! Рома подарил мне шоколадку Макс Фан. А знаете почему Макс Фан? Потому что здесь мое имя. Ну, в общем, прошло икс времени и мы должны промокнуть салфеточкой. Укуси меня пчела. Вот такие, типа, они у нас запитанные уже. Далее. Мы берем консилочек. Я мазну на ручку. Потому что нам много консилера не нужно. И мы уже проходимся по контуру губ. Как бы закрашивая его. Навнутрь не заходим, только по контуру. Возьму свинюшку пик. Вот так вот. Можно взять более светлый консилер. Дабы у нас создался светлый переход от губ в кожу. И когда мы будем наносить помаду, у нас будет такой светлый контур. За счет чего тоже увеличатся губы. Для пущего эффекта можно взять контур кремовый. Не мазнуть им над галочкой. Вот здесь. И под губой. За счет создания такой тени у нас губы еще выдвинутся. И будут больше. Кстати, сегодня мы губы создаем не клоунские, не как обычные. Трансгенер. Но такие губки на каждый день. Без перебора, без перегрузок. Также растушевываем это. Ооо, видите, уже выдвинулось. Наш консилер можно припудрить. Ну, собственно, для чего мы это делаем. Потому что сейчас мы будем наносить карандаш. И чтобы карандаш держался намного дольше. То есть вот такая вот схваченная база, она будет такая неподвижная. Более плотная. Не то, что наши собственные губы, которые... Далее! Я возьму карандаш от Вивенсабо. Под названием Лаврес. В оттенке 104. И все вместе внимательно. Не вижу ваших рук паралимпийских. У наших губ имеется цветной контур, который мы уже закрасили консилером. И объемный. То есть вы видите. Вот цветной, а вот объемный. У нас между ними имеется миллиметр два. И за счет того, что мы пройдемся цветом по объему, у нас губы увеличатся. Шок! Давайте. Первый шаг. Галочка. Гала. Я ее всегда делаю более округлую. Вот я бы закрасил объем. Можно зайти буквально на миллиметр дальше объема. Чтобы был еще более большой эффект. Я сделаю галочку более круглую. Для этого я делаю wall track. И делаю ровную линию. От точки до точки. Внизу также ставлю засечку по объему. Далее черчу уголочки. Здесь лучше не входить дальше своих губ. Потому что можете получить клоунский эффект. Шок! На нижней губе так же делаем. Ну собственно вот такая вот у нас база получилась. Видите наши засечки? Очко гнома. Ну и собственно сейчас их соединяем. А теперь мы получили вот такой вот шаблон. Модель из 90-х я такая ляль. Кстати забыл сказать что карандаш и наша помада должны быть разных оттенков. То есть карандаш чуть темнее. А помада чуть светлее чем карандаш собственно. Для чего сейчас дальше тоже увидите? Это такой художественный эффект. Типа 3D и все такое. Сейчас мы должны закрасить карандашом наши уголки полностью. Весь карандаш мы подтушевываем. Не оставляем четких линий. Можем пальчиком подтушевать его. И с нижней губой мы проделываем то же самое. Блин губы обветрились все равно. Отстойник. Сейчас вот такие вот губки получились. Такой этап. Ну и пришло время собственно нашей помады. Лореаль. Лазь чоколад. Оттенки 852. Бокс оф чоколад. Коробка шоколада. Маленькой пушистой кистью наношу ей. Блять у меня сейчас упало зеркало и слава богу оно не разбилось. Как говорится родился в рубашке. С серебряной ложкой во рту. Точнее в липс сосачках. По центру наших губ. Вот здесь. Вот здесь. И растушевываем края. Теперь у нас получились вот такие вот губы. То есть мы создали такой 3D эффект. От светлого центра к темному контуру. То есть губы у нас такие. Подвигаются визуально. Конечно можно использовать еще более светлую помаду. Прям в центр. Давайте попробуем. Не знаю что получится. У меня есть помада от них с линджери в оттенке. Липли 09. Прям в центрок. В центрок чуть-чуть положим. Посмотрим как будет. Брать интересы. И растушуем это. Ну смотрите. То есть вы видите сейчас какие губы у нас. Шлифт 3D. Теперь конечно можно добавить немножко лифтинга. Совсем чуть-чуть. Дабы подчеркнуть наши уголочки. Потому что они создают как раз вот эту симметрию. Беру светлый консилер на плоскую синтетику. И делаю вот так. Вот так могу. То есть подчеркиваю уголок нижней губы. Но главное растушевать этот консилер, чтобы он был не таким заметным. Мне нравится. Давайте посмотрим на итоговый результат до и после. Собственно как-то так. Это самый простой быстрый способ. То есть можно не заморачиваться насчет консилера конечно с пудрой. Это как один из способов продления стойкости. Припудривать перед нанесением помады. При увеличении всего лишь нужно два оттенка. Темный, светлый, растушевый. И йоу. Готово. Но если ты та самая которая хочет прям губки липсосачки не въебаться как. Мы добавим блеск. Потому что глоссовая текстура всегда увеличивает губы. Это прям 100%. В общем вот такие вот губы у нас получились. А может быть сейчас спустить? Ой, после. Вот такие вот пирожки. На самом деле это не сложно. Попробуйте, попрактикуйтесь дома собственно. Запомните, нам нужно всего лишь два цвета. Один потемнее, другой посветлее. Такое дурашко. И у нас получатся вот такие прелестные губы. Думаю видео получится супер коротким. Поэтому давайте я вам еще покажу как сделать эффект выебанных губ. Я вернулся. То есть вот такие вот у меня губы без помад. Забыл сказать, что есть такие штуки как филеры, пламперы, неважно. Которые типа болят и щипят и острят наши губи с элипсы. Сосачки. И делают их визуально больше. Расскажу вам ебаный секрет. Это не работает. Эффект филеров, которые на перце, там на ментоле. Разные бывают, да? Они щипят губы и вам кажется, что губы такие наливаются кровью. И такие прям вот такие, вот такие становятся. Привет. И за счет такого ощущения вам кажется, что они такие прям муа. Но этот эффект пропадает очень быстро. Буквально минут 5-10. Может быть 5-6-10. Ну и собственно и все. И увеличиваются они вообще. Буквально на чуть-чуть лучше сделать это визуально. Это намного дольше. И явно видно, что они увеличены. Ну все. Давайте делать эффект выебанных губ что ли? Это делается супер просто. На этот раз возьму помаду Сифа. Реклама. Крим липстейн в оттенке 81 Made in Italy. Также я нанесу на ручку. Потому что это коммерческая помада, которая будет использоваться на клиентах. Наверно. Возьмем кисть пушистая синтетика. Да, вот маленькая. Ну и собственно наносим. Для такого эффекта нам нужно нанести помаду на линию щели вот этой нашей дырки губной. Вот сюда. Самое большое количество помады. Пока что как-то так. И дальше от центра к краям мы растушевываем. Кстати, этот эффект тоже увеличивает губы. Но он такой более знаете нюдовый. Прям такой нюдной я бы его назвал. Потому что тот был как бы вечерний такой более. Я старалась над губами 10 часов. А вот этот такой ну чуть-чуть и все. Давайте короче тушевать. И мы это можем делать дальше нашего контура объемного. Как вы видите сейчас мы не видим четких контуров у губ. И собственно выглядит это более естественнее. Но при этом, как вы заметили, губы стали больше. Ну и более естественнее. Как будто мы их даже ничего с ними не делали. И также можно применить эффект блеска. Дабы придать объема еще больше. Но мы можем сделать по-другому. Сейчас отдаю еще очередную палетку. Новую. Возьму оттуда шиммер какую-нибудь. Сияшку красивую. Кстати обзор на эту палетку будет следующий. Это новиночка. Этот шиммерочек мы должны нанести в центр губ. То есть вот сюда и вот сюда. Немножко потушевать тоже можно. Даже нужно. Ну и собственно сейчас можете заметить, как они вот так вот сияют, сверкают. Но немножко подчеркивает сухость моих губ и луп. И поэтому мы можем нанести блеск. Здесь такой декоративный эффект. Очень красиво кстати выглядит. Можете попробовать. Мы берем помаду. На нее наносим какой-нибудь дохром. Вот так вот втираем в него. А поверх проходимся блеском. И выглядит это просто шикарно. В каком-то из видео я так делал. Можете посмотреть. Подсказка где-нибудь вылезет. За счет блеска у нас текстура выравнивается. И уже этой сухости губ нет. У нас тройное увеличение. Ну в общем как-то так. Свинка пик. Ну в общем сегодня я вам показал два. Почему я показал четыре? Оля-ля-ля-ля. Мистер Крабс. Деньги-деньги-деньги. Два способа. Первый. Консиллер по краям. Припудриваем его. Берем карандаш темнее чем помада. Вносим его на контур объема губ. Заполняем карандашом контура вовнутрь. Растушевываем. Закрашиваем помадой оттенка светлее. Создавая градиент. Подчеркиваем нижнюю границу губ консиллером. Можем нанести блеск. По желанию. А второй способ который сейчас был. Берем помаду розовых нюдовых оттенков. Наносим ее в центр губ. Обильно. И растушевываем контуру. Можно даже за контур растушевывать. Этого никто не заметит. Потому что наши губы выебали. Также можем нанести какую-нибудь сияшку в центр. И залить это все блеском. Вот такие способы. Несложные и простые. Надеюсь вы узнали что-то новое. Может быть вы это конечно знали. Если кто-то это знал. Дайте руку я вам ее пожму. Если кто-то не знал. Я очень рад что я вам сегодня такое вот объяснил. И конечно. Такая я училка. Саски учи. Саски я. Ну в общем такие вот губки или сосачки у нас получились сегодня. Только об этом мы в этом видео говорим собственно. Также заглядывайте ко мне в инстаграм. Вот он он. Потому что там разные всякие приколобросные образы. Где я всегда делаю губы клоунскими. Ну и если вам понравился такой урок по губам. Пишите в комментарии. Делали вы так? Какие что вообще? Как вы? Что-нибудь напишите пожалуйста в поддержку канала. Я прям буду очень рад. Также подписывайся тут внизу. Ставим лайкосики. Колокольчик серебонькой. Потому что это уведомление многим не приходит. О том что и вообще мое видео вышло странно. Ну и собственно увеличивайте свои губки сколько угодно. Но обязательно шарьте в том. Что как бы вы такие какие вы есть. Вы прям самые лучшие. Вы выглядите просто чикабам бездна. Даже без макияжа. Потому что макияж для нас это творчество. Самовыражение да. Вот какая-то вот такая вечеря. Это конечно же оскрытие недостатков тоже. Чтобы сделать как-то себя немножко лучше. Но лучше осознавать то что вы такие какие вы есть. Другими блять не будет. Йоу мы русские с нами вах. Люблю целую с вами сегодня был губной. Губной. Губник блять. Всех люблю целую с вами был губной да. Пока. Ой не можем наконец-то я могу попить. Блин у меня сейчас все останется на этой. На крышке гроба твоего. Блески это конечно красиво. Но так неудобно. Поэтому лучше наносить его тонким слоем. А для фэшн фотографии заливать прям вот все лицо им наверное. Все лицо. Вот так и не на лицо. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.